Уважаемые коллеги, у нас достаточно плотный график, поэтому мы уже начнем. Коллеги, если у кого-то презентации, которые планируете показывать, у нас в зале присутствует Анна, ей просьба передать презентации дальше, чтобы в рабочем порядке запуститься. Я рад приветствовать всех. Большая благодарность от лица Ядерного общества за то, что согласились принять участие в нашем круглом столе. Когда мы проводили предварительное обсуждение приоритетных задач Ядерного общества на 2025 год, одной из очень важных тем была обозначена тема профориентации. При более подробном рассмотрении данного вопроса было принято решение, что этот вопрос достаточно объемный и не может обсуждаться в узком кругу специалистов Ядерного общества, поэтому мы обратились к нашим уважаемым коллегам Общественной палаты с тем, чтобы провести это обсуждение в более широком кругу. Особенно, учитывая, что руководитель Первой Ядерного общества и Общественной палаты – это Великов, поэтому мы в чем-то очень близки друг к другу. Поэтому с большим уважением я хотел передать бы слово хозяину площадку Платону Андрею Ивановичу. Спасибо большое, Евгений Борисович. Уважаемые коллеги, добрый день. Рад всех приветствовать в стенах Общественной палаты Российской Федерации. Мы от Комиссии по развитию высшего образования и науки с удовольствием откликнулись на предложение провести круглый стол и дальше серию мероприятий совместно. Мероприятия, которые направлены на профориентацию, на привлечение школьников, наших будущих инженеров, в технические профессии. Для того, чтобы стать инженером, недостаточно просто поступить в высшее учебное заведение на соответствующую специальность. Важно еще в школьном возрасте иметь желание в этом направлении двигаться, а дальше сдать еще и профильные экзамены, с которыми идут и поступают в технические вузы. Для этого сейчас наши вузы многое стараются делать, не ждут только приема абитуриентов, а сами идут в школы, сами со своими преподавателями стараются прививать инженерные специальности, физику, математику, которые не так часто стремятся сдавать школьники. По статистике Рособранадзора у нас информатика самый популярный предмет для сдачи ОГЭ в девятом классе, а вот с физикой и математикой не так хорошо. И это скорее, наверное, от того, что популяризации этих предметов пока еще недостаточно. Собственно, мы и собрались с вами подумать, как совместными усилиями популяризовать в том числе предметы, которые дальше очень понадобятся для подготовки инженерных кадров. Спасибо большое, что присоединились. Я думаю, насыщенная беседа сегодня будет. И дальше будем по итогам беседы внедрять те предложения, которые появятся в результате нашей дискуссии. Благодарим. Я хотел бы передать слово человеку, который очень плотно поддерживает атомное сообщество многие годы. Это человек большой активист и в ядерном обществе, и в целом очень много делает для развития технических специальностей, развития промышленности в России. Это заместитель председателя комитета Государственной думы по промышленности и торговли Геннадий Иванович Скляр. Спасибо. Доброе утро, дорогие друзья. Я хотел бы начать с роли учителя и приведу эпизод своей личной жизни. Я думаю, вы поймете, почему. В советские времена когда-то я заканчивал школу с золотой медалью и решил поступать в МГИМО. Почему? Хотелось посмотреть мир, хотелось славы, успеха. Приехал сюда, прошел собеседование, возвратился в школу. А учитель математики Надежда Васильевна мне говорит, Генн, не дури. Получи нормальное инженерное образование, а потом все у тебя будет. И я ее послушал. Я поступил в технический вуз и 50 лет назад инженером-конструктором начал работать на приборном заводе, которые были созданы тогда, под программу развития атомной энергетики. Среди на 70-х годов. И я почему этот свой эпизод привел? Потому что для того, чтобы сегодня наши учителя давали такие мудрые советы своим ученикам, необходимо, чтобы они видели, что государство точно развивает те отрасли, где будет востребован инженерный труд. И мы сейчас только выходим на новый виток, который позволит дать эти аргументы нашим учителям. Послезавтра Государственная Дума примет в окончательном третьем чтении бюджет на ближайшие три года. И я вам должен сказать, что это первый бюджет, где государство точно предъявляет себя в роли инвестора промышленности. Государственные программы, связанные с развитием атомной отрасли, судостроения, электроники, кораблестроения и так далее, увеличиваются в два раза. И государственный заказ на инженера через эти программы серьезно сегодня увеличивается. И мы предоставляем увеличенные квоты нашим вузам для инженерных специальностей. Но это только старт, это только обозначение приоритета государства. Потому что нам всем с вами предстоит непростая работа. Повернуть умы и души наших школьников к пониманию того, что жизненный успех связан с инженерными профессиями и, соответственно, с теми предметами, которые надо в школе изучать максимально активно. И я думаю, что здесь потребуется объединение усилий. Не случайно мы собрались в общественной палате. Объединение усилий и наших крупных корпораций, и наших университетов, и школ, и общественных организаций, и медийной сферы, чтобы точно наши дети, включая телевизор или выходя в интернет, видели один и тот же мотив. Стать инженером – это здорово. Это престижно, и это успешно. Это непростая будет работа, потому что нам нужно будет преодолеть инерцию, серьезную инерцию последних 20-30 лет, когда у нас многие наши и руководители ведомств исповедовали простую мысль, которую Гайдар нам когда-то изложил. Все, что надо, купим. Главное – продавать нефть и газ. А если купим, то зачем нам инженеры? Нам нужны маркетологи и продавцы. И я думаю, что нам, если мы точно осознаем важность и сложность этой задачи, надо серьезно учиться взаимодействию. И я хотел бы здесь привести один пример из нашей родной корпорации «Росатом», к которой я имею непосредственное отношение, я уже в корпорации 50 лет. Поэтому видел все периоды. И радуюсь, когда мы возвращаемся к хорошему опыту. Вот в этом году Техническая Академия «Росатом» Техническая Академия «Росатом» сказал бы, зачем им это надо. А мы провели в ней смотр наследий династий 11 атомных городов. И там была такая изюминка, что о своей династии рассказывает школьник или школьница в качестве эссе. И из Нововоронежа, с Нововоронежской станции 30 семей. И когда мы видели при награждении, как выходят дедушки, бабушки, мамы, папы и в руках держат четырехмесячного ребенка, атомщицу будущую, я понимаю, что это правильная очень история. Нам надо, чтобы наши дети видели, что их дедушки и бабушки, родители были заняты в правильной истории. И дальше шли по их пути. И нам надо сегодня об этом говорить, и это показывать. И об этом рассказывать. И это только один пример. Я думаю, что вот эта история династии, она начнется шагать по нашей стране. И мы будем говорить, что у нас было правильное прошлое, и у нас будет правильное будущее. Простая мысль. И я желаю, чтобы у нас все получилось. Поэтому я желаю, чтобы наш сегодняшний разговор дальше шел в конкретные действия и в объединение тех действий, которые каждый из вас сегодня уже совершает. Я в этом убежден. Спасибо. Благодарю. Я хотел бы передать слово еще одному нашему очень важному члену ядерного общества, который поддерживал с момента основания ядерного общества, Евгению Олеговичу Адамову. Это как раз тот, который про будущее, который научный руководитель будущих проектов атомной энергетики, на которых будет строиться наша энергетическая безопасность и наше дальнейшее развитие. Евгений Олегович, прошу вас. Спасибо. Приветствую, Геннадий Иванович. Андрей Иванович, слышно меня? Слышно отлично. Спасибо, что вы вывели сейчас обсуждение, связанное с подготовкой, начиная со школы, вот на тот уровень, на котором, так сказать, и общественная палата, и Госдума, благодаря Геннадию Ивановичу сейчас вот этим делом и занимаются. Я хотел обратить ваше внимание, кроме того, о чем шла речь уже в предшествующих выступлениях, на два обстоятельства. Атомная энергетика находится на новом совершенно старте. Все, что можно было сделать в условиях открытого топливного цикла, когда мы используем всего 0,7% от потенциала энергетического добытого уранового сырья на реакторах, на тепловых нейтронах, уже достигло максимального уровня развития. Ясно совершенно, что если мы и дальше будем ориентироваться на уран-235, который составляет вот эти 0,7%, то в атомной энергетике не слишком большие перспективы. И так и будет, как сегодня, при разговорах о возобновляемой энергетике, 85% электричества, которое в мире производится, использует органику. Ту самую органику, которая под другим утверждением. Она, так сказать, очень вредна для экологии, но это тема другого обсуждения. Так вот, почему сейчас я считаю, что это кардинальный момент. Потому что уже до уровня Генеральной конференции МАГАТЭ усилиями Лихачева и ГРОСИ, они говорились об этом в мае во время нашей выставки АтомЭкспо, созрело понимание, что четвертое поколение – это вовсе не реакторы, это энергетические системы, которые решают пять одновременно проблем. Это и сырье, это и решение проблемы АЯТ, это и другой уровень безопасности, чем тот, который мы сегодня имеем, в предположении, что будем крупномасштабную ядерную энергетику делать. Это и другая экономика. Сегодня, к сожалению, из-за тех аварий, которые были, экономика ядерной энергетики с трудом удерживает свою конкуренцию. Поэтому переход к энергетическим системам четвертого поколения означает новый старт атомной энергетики. И второе обстоятельство. Безусловно, Росатом сегодня является лидером в экспорте не только, собственно, АЭС, но и обучении специалистов других стран, в поставках топлива, в том, чтобы на других сферах ядерно-энергетических оказывать помощь Нью Камерс, странам, которые начинают заново всю эту деятельность. Ну вот, к сожалению-то, у нас все обучение на сегодня существующую атомную энергетику направлено. А если мы признаем, что мы стоим на старте новой атомной энергетики, мы должны обучать новой технологической платформе. И когда сегодня я слышу, что завтра мы в Африке будем строить одному, другому, третьему атомные блоки, мне становится не по себе. Меня уже Бангладеш достаточно беспокоит, потому что если серьезные аварии произошли в таких высокоразвитых странах, как Соединенные Штаты, как Россия, как Япония, ну и Англия тоже здесь отметилась, то чего можно ожидать Бангладеш, вряд ли можно спрогнозировать это. И тем более нельзя идти не так, как шел Советский Союз, предлагая развитие ядерной энергетики в новых странах. Что делал Советский Союз? Он сначала на пять лет программу по обучению закладывал. Вот практически то, что сегодня предмет обсуждения вашего. Второй этап – это создание таких центров, как Боливии. Ну вот сегодня в Боливии такой центр создается. Практическое освоение на уровне исследовательских реакторов, горячих камер, производства изотопов, медицины ядерной и так далее. И, наконец, дальше этап наступает строительство серьезных атомных станций. Вот с учетом этого я считаю очень важным вашу инициативу, чтобы сейчас сконцентрироваться на школьниках, в вузах, начать подготовку по новой технологической платформе. И тогда это позволит подхватить эстафету «Росатома» как ведущей сегодня компании по развитию существующей атомной энергетики и развитию ее в новую технологическую платформу. Спасибо вам. Благодарю. Я хотел бы передать слово тоже очень важной организации, ее руководителю, который все время поддерживает ядерное общество, Владимир Игоревич Шевченко. Прошу вас. Владимир Игоревич, вы с нами? Спасибо. Да, если тогда, когда вы сможете подключиться, тогда сообщите. Тогда попрошу Бориса Григорьевича Гордона, члена Центрального управления Отечественного ядерного общества, НТЦ и ЕРБ. Поставьте, пожалуйста, картинки. Ну, я, готовясь к этому мероприятию, я придумал такой полномасштабный доклад, но, учитывая временные рамки, я из него покажу только четыре картинки. Помоги, пожалуйста, Борис Григорьевич. Вот это. Четыре картинки, которые полный экран вы сами сделаете, в которых существует связь между как раз темой сегодняшнего обсуждения и ядерным обществом, в котором я действительно являюсь членом с самого начала. Значит... Нет, он... Ну... Не выдерживает грузознаний аппаратура. Ну, просто мне хотелось, чтобы вы смогли прочитать. Это последняя картинка. Тут, по-моему, проще переключать вручную по слайдам. Это что-то не переключает. Поставьте, пожалуйста, первый слайд нам. Мы тут дальше разберемся. Да, слышит. Компенсионность инженерной. Да. 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 Исходное состояние. Это мое понимание того, что сейчас происходит. И вы видите, что здесь практически все люди, которые работают в атомной отрасли, в той или иной степени сталкиваются с тем, что я здесь написал. И должна быть система инициации инноваций. И этим должны заниматься те, кто по закону должен это делать. То есть, прежде всего, конечно, госкорпорация. Одновременно с этим существует целый ряд атомных вузов, особенности которых я здесь тоже представил, и которые занимаются связью между школьниками и студентами. Это вот последние два пункта. У большинства институтов, таких как МИФИ, ИАТ, МИИ, МВТУ, есть подготовительные курсы, и там готовят тех ребят, которые уже приняли решение. И я не сговаривался с Геннадием Ивановичем, как вы понимаете, но самое главное в том, что я хотел бы сказать, это повторяет то, что сказал он. Должен быть тщательный отбор абитуриентов. И за это никто не несет ответственность. Если, скажем, например, МИФИ, Росатом отвечают за то, чтобы как можно больше студентов оставались в отрасли, это их проблема, и они ее знают, как решать. А вот абитуриентами, в общем, никто не занимается. Министерство просвещения учителей для этой цели не готовит специально. И этим должны заняться общественные организации. Собственно, последнюю-то картинку покажите. На этой картинке я представил целый ряд предложений, которые уже отчасти происходят, и которые необходимо связать вместе. И эти, то, что я имею в виду, скажем, например, на каждом объекте крупном есть свой музей. В некоторых крупных городах есть общественные центры Росатома. И когда в свое время, ну, так сказать, их образовывали, но это была очень хорошая... Да, вот эту картинку покажите. Четвертую. Это очень важная была инициатива. Но те ребята, которые учатся в школе, они никак не связаны с той инфраструктурой, которая постепенно создается. Сюда входит и музей, который в Огнинске делается, и этот самый должен входить тот на ВДНХ, вот этот, так сказать, организован павильон. Ну, и в целом ядерное общество как раз и должно было бы участвовать в мероприятиях, да, да, вот это здесь все написано. То, что делает Росатом, то, что делают вот эти другие организации, это все правильно, но ядерное общество, оно могло бы объединять и концентрировать разных специалистов, участвуя в этой отрасли. И последняя картинка, в которой я делаю своеобразный вывод. Я полностью согласен с Евгением Олеговичем, что необходим новый, современный подход. Реакторы должны обладать безопасностью, основанной на внутренней самозащищенности. И для этого необходимо концентрировать усилия всех. Не, вот это открыли бы. Ну, я не завидую исследующим, так сказать, если будет так показывать. То есть особое внимание должно уделяться тем кафедрам, на которых развиваются и могут возникнуть новые идеи реакторов. И, наконец, мы все должны понимать, что это наш интеллектуальный резерв и основная образовательная база, которая нуждается в нашей совместной поддержке. Ну, вот все, что я хотел сказать, так сказать, на эту тему. Спасибо. Большое спасибо, что, несмотря на все сложности, идея была изложена четко по регламенту. Уважаемые коллеги, Георгий Валентинович Тихомиров, вы нас слышите? Да, коллеги, добрый день. Благодарю. Я бы хотел передать вам слово. Хочу представить Георгия Валентиновича не просто как активиста ядерного общества. Это человек, который очень активно ведет общественную работу и в обществе знаний, и в ядерном обществе, и большой специалист в области инженерных компетенций, подготовки специалистов. Ну, я думаю, подробнее он сам, наверное, расскажет. Добрый день, уважаемые коллеги. Андрей Иванович, Геннадий Иванович. Действительно, сегодня в России очень много внимания уделяется вот этой сквозной подготовке инженеров. И совсем недавно были мероприятия и в Министерстве образования и науки, и в Ростехе, и в Росатом. И все, в принципе, ну, склоняются к тому, что есть проблема, ее надо решать. И действительно, мы можем решать ее с разных сторон, с разных взглядов. И сегодня я бы хотел все-таки подчеркнуть, что ядерное общество, которого мы сегодня, ну, идеи обсуждаем, оно, конечно, должно встроиться вот в эту структуру подготовки кадров. Это и работа со школьниками, которую каждый вуз ведет. Но не надо забывать, что кроме школьников центральной фигурой является учителем. И, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше было тех учителей, здравомыслящих, правильно знающих свой предмет, которые, как вот Геннадий Иванович сказал, прекрасные советы могут дать школьнику, оставляя его, можно сказать, в отрасли и правильно направляя на путь. Потому что надо раскрыть потенциал каждого, каждого ученика. А это может делать только учитель. И сегодня гигантский дефицит кадров. Не хватает учителей физики, не хватает учителей математики. Ну и даже информатика, и то есть проблема. На самом деле вторая проблема – это университет. Действительно, мы можем увлекать студентов на предприятия, практики, все. Но на самом деле есть проблема ядерных профессоров. Потому что действительно вот уже звучали слова о том, а кто же будет учить студента? Это же должны быть очень уважаемые в какой-то мере люди профессионального толка, взаимодействующие с промышленностью. Мы вот с Сергеем Кушнарем, который ушел от нас совсем недавно, можно сказать, но его идеи живут, хотели создать клуб ядерных профессоров. Я думаю, что мы продолжим в ядерном обществе вот эту деятельность. Поэтому, конечно, вот ядерное общество может стать, с одной стороны, если будет опираться на университеты, на отрасль, ну, Росатом, центральной такой фигурой в ориентации школьников и студентов на, прежде всего, конечно, ядерную отрасль, но и можно смотреть и шире. Потому что вот при выстраивании такой цепочки – школа, университет, предприятие – есть еще сила под названием общество. Это родители, это общественные организации, и нам тоже надо с ними активно работать. Причем здесь можно работать как, с одной стороны, ну, профессиональными словами, а с другой стороны еще есть один пласт. Мы должны бороться с радиофобией, мы должны доносить идею того, что российская ядерная отрасль – одна из ведущих в мире и является щитом нашей страны и в том числе. И вот с этой точки зрения, конечно, у нас очень много работы, я имею в виду членов ядерного общества, но и мы со своей стороны стараемся вот эти громкие слова превращать в маленькие дела. Ну и как пример я могу поделиться тем, что, с одной стороны, в МИФИ, вот, и Владимир Игоревич Шевченко разделяет все слова, надеюсь, которые я буду говорить. Мы начали подготовку учителей физики. Мы, во-первых, для них проводим различные олимпиады. Это в какой-то мере уникально, но я считаю, это очень важно. С другой стороны, мы стараемся молодых ребят вовлекать в работу со школьниками в виде лекций, в виде, может быть, каких-то курсов. Мы открыли магистрскую программу для подготовки учителей физики. Ну и, конечно, хотелось бы подчеркнуть, что вот эта идея профилактики радиофобии и гордости за российские ядерные технологии мы проводим достаточно таким интересным образом, как вовлекая студентов ядерное общество. Например, мы проводим ежегодный конкурс «Лучший лектор ядерного лектория», когда ребят приглашаем подготовить доклад о ядерной отрасли. Ну и лучших и желающих включаем в ядерное общество, потом направляем в школу. Мне кажется, что вот набор таких небольших кейсов, которые могут быть распространены и в другие университеты, и, в принципе, даже и в техническую академию, с которой мы тоже взаимодействуем, вот этот общий набор кейсов поможет всем нам решить ту глобальную задачу, которая стоит перед Россией, подготовка инженеров высокого уровня и, конечно, правильная ориентация школьников для того, чтобы они в этом мире выбирали те направления, которые нужны стране, ну и которые им по силам. Потому что есть еще тема СУЗа, правильно, колледжей, которые тоже не надо забывать. Вот это профессионалитет, который тоже мы должны взаимодействовать, ну и популяризировать и атомную отрасль, ну и ядерное общество. Спасибо всем, рад участвовать. Ну и, надеюсь, еще обменяемся мнениями. Благодарю. Очень важно то, что здесь присутствуют представители разных УЗов, и часть из них подготовили выступление, потому что, конечно, вопросы про ориентацию обсуждать без представителей образования, это, конечно, смешно. Я бы хотел передать слово следующему докладчику. Организация, без которой атомная энергетика сейчас немыслива, это, конечно, госкорпорация Росатом, но и очень важный орган госкорпорации – это Общественный совет Росатома. Я рад представить вам Харитонова Сергея Ивановича, секретаря Общественного совета и госкорпорации Росатома. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас. Скажу так, что Росатом прикладывает здесь огромное усилие в плане образования, подготовки молодежи в закрытых городах. Вы знаете, проходит много тематических мероприятий. Но здесь, как уже было сказано, очень важно готовить молодежь именно такими со школьной скамьи. И здесь важно, я думаю, что, как вот есть просветительские, есть специальные уроки по защите прав человека, диктант. Мне кажется, какое-то необходимо со школьной скамьи вести, может быть, не во всех школах, но где математически есть уклон, сделать какой-нибудь ядерный урок, который будет популяризировать отрасль и как бы на этой стадии. И здесь было бы, наверное, хорошим подспорьем это, если бы молодежь, так же прям там, пусть раз в год, но проходил такой урок. Я думаю, что было бы это полезно. Ну и сам, конечно, как инженер, в Курчатове проходил свою практику, хотя закончил Московский авиационный институт, но было связано все с ультразвуком. И прошу практику в Курчатове. И благодаря этому оказался не в авиации, а здесь, в Росатоме. Это очень важно. Благодарю вас за внимание. Благодарю. Надо отметить, что вообще за Росатома входят представители ядерного общества. Вот здесь присутствует сейчас Олег Эдвирович Муратов, который очень многое время помогает в работе нашей. Пару слов скажете, Олег Эдвирович. Спасибо. Уважаемые коллеги, Одна из основных проблем вовлечения молодежи, вернее, школьников в поступление в ядерные вузы является именно профориентационная работа. Вот в Петербурге, в филиале технической академии Росатома, работает информационный центр по атомной энергии. Центр прекрасно оборудован. И там постоянно проходят лекции для школьников. И не только для школьников. И, как уже упомянул Георгий Валентинович, необходимо еще и готовить и учителей. Так именно вот это в информационном центре в Санкт-Петербурге именно и было впервые организовано такие как бы открытые уроки, лекции для учителей физики и математики для различных петербургских школ. Причем я как сотрудник этой академии тоже часто бываю там с ними и вижу, что постоянно участвуют оттуда, проводят лекции для школьников. Второе важное мероприятие, которое может вовлечь, это музей. В Петербурге, в радиоинституте, это основной, начальный самый научный центр, который был посвящен изучению ядерной науки, который был организован в 1922 году. Именно в музее радиоинститута тоже проводятся встречи для школьников и даже для студентов, которые готовят бакалавры, которые поступили на технические специальности, но которые тоже думают, что надо перейти на участие ядерное, на специальности ядерные. Но проблема подготовки школьников имеет очень большое значение, потому что, например, даже в Сосновом Борово, в городе Атрущиков, где находится не только Ленинградская атомная станция, но и научно-исследовательский технологический институт, находится тоже филиал предприятия «Радон». Именно школьники, ставив памятника академику Александрову, задают такой вопрос, «А кто это такой?». Поэтому именно вести вот такую профориентационную работу – это очень важно. И поэтому я думаю, что вот сегодняшняя встреча именно передаст много очень таких полезных советов, как улучшить профориентационную работу. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас на круглом столе планировалось выступление представителей корпоративной академии «Росатома». К сожалению, в связи с плотным графиком и пересечением мероприятий, у них не получилось принять участие очно, но они попросили меня озвучить некоторые тезисы, которые, с вашего позволения, я зачитаю и озвучу. До 2030 года «Росатому» необходимо привлечь из вузов и колледжей 57 тысяч выпускников. Для сравнения, сейчас в отрасли около 120 тысяч молодых работников, то есть примерно 30% всех работников в отрасли. В настоящее время в год «Росатом» принимает около 3 тысяч выпускников. В планах довести эту цифру до 8-9 тысяч выпускников в год. Это в три раза больше, чем сейчас. При том, что за это время планируемое количество выпускников, всех выпускников в стране, вырастет только в 1,3 раза. Рынок труда, по сути, он закончился. Причина рекордно низкая безработница, демографическая и квалификационная яма, в том числе снижение интереса детей к точным наукам. И, в принципе, для преодоления этих задач корпоративная академия «Росатома» в Госкорпорации «Росатома» стала оператором новой инновационной образовательной экосистемы. В чем отличие вот этой экосистемы от обычных проектов? То, что в единую цепочку выстраиваются школы, детские сады, высшие учебные заведения и предприятия. В частности, сеть школ «Росатома» состоит уже из более чем 300 школ и 480 детских садов. В проекте задействованы 33 тысячи педагогов, которые обучают более 100 тысяч дошкольников, 265 тысяч школьников. Большое количество мероприятий проводится Госкорпорация «Росатома», но у нас достаточно ограниченный регламент, поэтому подробно погружаться не будем. Просто приведу пример, что и сегодня проводятся мероприятия в рамках этого проекта совместно с «Орленком». И в декабре будет тоже поздравление учителей, которые в рамках этого проекта осуществляются. Большую работу проводят управление по работе с регионом, общественный совет «Росатома». Но вот тоже один из таких примеров цифр, что за 10 лет проекта количество упасняков атомоклассов выросло в 10 раз. 7 атомоклассов уже сейчас есть за рубежом. Это в Белоруссии и в Абхазии. И вот тоже для цифры, что первый выпуск из школы «Росатома» был 124 человека, а в 2023 году уже выпустилось 1300 человек в 23 городах. На уровне высшего и среднего образования «Росатома» работает с 20 опорными вузами «Росатома», участвует в проектах профессионалитета. Это 11 колледжей. У нас здесь присутствуют коллеги непосредственно из дивизионов госкорпорации «Росатом». И я бы хотел передать слово Решетовой Кристины Алексеевны, начальнику отдела по развитию предприятия, заместителю руководителя представительства в год «Атомтлот» в Москве. Спасибо. Если можно, презентацию. Пока загружается презентация, я представлюсь. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Решетова Кристина. Я родилась и выросла в городе Герои Мурманске, за Полярным кругом, и моя работа непосредственно связана с Арктикой. Я работаю во ВГУП «Атомтлот» госкорпорации «Росатом» вот уже 11 лет, начальник отдела по развитию предприятия, заместитель руководителя представительства в городе Москва. Также являюсь экспертом Совета молодежи, тренером по культуре безопасности и амбассадором женского движения. Стратегическая составляющая кадрового потенциала нашего предприятия – это молодые работники. Мотивированные, вовлеченные и высокоэффективные. Работники возрасте до 35 лет. И сегодня они составляют 30% численности от общей численности персонала. «Росатомфлот» стремится, чтобы каждому молодому работнику были созданы все необходимые условия, в том числе материальные, социальные, бытовые и в том числе для профессионального роста. У ВГУП «Атомфлот» налажено тесное сотрудничество с Мурманским арктическим университетом, университетом имени Макарова, Государственным морским университетом имени Ушакова и другими морскими и атомными вузами, а также с Мурманским индустриальным колледжем, где готовят газоэлектросварщиков, токари и слесарей. «Атомфлот» – традиционный партнер Олимпиад и конкурсов научно-технического творчества, ярмарок вакансий и государственных экзаменационных комиссий. Каждый год практику на «Атомфлоте» проходят 45-60 студентов, им оплачивают проезд и стипендию, а также организуют медкомиссии. В ГУП «Атомфлот» ведет большую профориентационную работу. Везет одаренных школьников в экспедицию «Ледокол знаний» на Северный полюс сотрудничает с Образовательным центром «Сириус» и Мурманским центром «Лапландия», где детям разного возраста рассказывают о морских профессиях и атомном ледокольном флоте. У нас на предприятии создан Совет молодежи в «ГУП «Атомфлот», который активно участвует в профориентационной работе и привлечении молодых сотрудников, в том числе организации проведения мероприятий, направленных на профессиональный рост работников, привлечения молодых работников к научно-исследовательской и инновационной деятельности, мероприятиях культурно-массового и спортивного характера, формирования корпоративной культуры молодых работников и оказания помощи в адаптации молодых работников на предприятии. Наша молодежь принимает активное участие в большом количестве профориентационных мероприятий в качестве экспертов по оценке работ школьников и студентов, разработчиков заданий для участников мероприятий, а также в качестве спикеров на различных площадках Мурманской области и регионах присутствия. На нашем предприятии появились бади-наставники, которые помогают социально адаптироваться и отвечать на вопросы сотрудников. А чтобы молодые люди знали о том флот в лицо, 8 сотрудников – штурманы, инженеры-операторы, инженеры по радиационной безопасности – стали амбассадорами нашего предприятия, а также выступают в вузах. 5 сотрудников были награждены нагрудным знаком заслуженный молодой наставник за большой вклад и профориентацию в популяризацию бренда «Росатома». «Атомфлот» – это уникальная команда профессионалов, которая обеспечила 65 лет безаварийной работы в Арктике, решает вопросы государственного значения. Атомный ледокольный флот – это опора России в Арктике, и уже сегодня молодые профессионалы определяют будущее нашей страны. А в «Росатомфлоте» важен каждый сотрудник. Спасибо за внимание. – Благодарим. Уважаемые коллеги, Владимир Игоревич Шевченко готов выступить, поэтому я с большим уважением передаю ему слово. Владимир Игоревич, если вы нас слышите... Владимир Игоревич. – Добрый день. Слышно меня, коллеги? – Да, слышно, отлично. Благодарим. – Добрый день, да. Спасибо большое. Я приношу извинения за задержку с подключением. У нас сегодня на площадке большое мероприятие по линии Росфин-мониторинга происходит. Я должен был его открывать, поэтому чуть задержался. Но, как промыслительно сказал Георгий Валентинович в своем докладе, который я уже имел возможность послушать, я с ним полностью согласен и присоединяюсь тем тезисам, которые им были высказаны. Могу только их поддержать и развить. И он действительно, вот в том, что касается работы с молодыми людьми, если мы что и четко понимаем, так это то, что эта траектория должна быть сквозной. То есть недопустимая ситуация, когда вузы начинают задумываться о том, кто к ним придет только в период приемной кампании или только ориентируясь на выпускников 11 класса своего региона, ну или просто, так сказать, готовы брать любого, кто пройдет мимо и свернет к ним. Конечно, серьезные университеты ведут себя не так, а выстраивают эту историю, начиная с очень раннего возраста и давая возможности молодым людям построить свою образовательную, впоследствии профессиональную траекторию, ну исходя из того, какие у них есть склонности, способности, желания. И наш университет не исключение, мы тоже этим занимаемся. Вот недалеко, как вчера, к нам приезжал Алексей Евгеньевич Лихачев на площадку, генеральный директор госкорпорации «Русатом», представитель наблюдательного совета нашего университета, который читал большую лекцию для первокурсников традиционную, каждый год он это делает. Там также наши лицеисты присутствовали, школьники, почти 400 человек очно, и более 1200 онлайн со всех регионов присутствия нашего университета из атомных городов, в том числе из закрытых городов ядерно-оружейного комплекса. И вот атмосфера этого мероприятия была очень воодушевляющей, я должен сказать, и видно, что вот эта история о том, что наши молодые люди меньше интересуются техническими дисциплинами, тематикой, физикой, она очень такая, как бы сказать, история, идущая от некоторой статистики, и, наверное, есть основания так думать, но когда вот ты находишься внутри тех людей, которые интересуются, ты этого совершенно не чувствуешь. Это очень приятное ощущение, и вот очень важно, что это ощущение мы своими действиями, эти молодые люди своими какими-то тоже действиями, разговорами, они транслируют в свои круги общения. И если говорить о более уже конкретном, предметном, собственно, нашей повестке, действительно, что мы понимаем, что нужно делать. Действительно, нам нужно, во-первых, что-то делать с тенденцией падения числа детей, которые выбирают сдавать профильную математику, как единый государственный экзамен, и с тенденцией замещения экзамена по физике, экзаменам по информатике. Это очень тревожные тенденции, которые имеют прямое отношение, естественно, к всему тому, о чем мы говорим, потому что представить себе инженерно-технического специалиста без базовой математики, конечно, невозможно. И определенные здесь шаги были предприняты по линии и Министерства науки и высшего образования, и Министерства просвещения, и, в частности, если говорить про ЕГЭ по физике, в этом году нам впервые удалось, не скажу, что переломить негативную тенденцию, но приостановить это падение. В этом году ЕГЭ по физике сдавало чуть-чуть больше детей, чем в прошлом. Я надеюсь, что в следующем году мы увидим какие-то более долгосрочные эффекты этого решения. В частности, было принято решение о том, что для абитуриентов педагогических вузов обязательным является ЕГЭ по той специальности, которую они предполагают учить. То есть нельзя стать учителем по химии, поступив в педвуз без ЕГЭ по химии, а с ЕГЭ, скажем, по обществознанию. И это очень правильное, на мой взгляд, решение, которое тоже в эту сторону будет работать. Но, конечно, есть огромная системная проблема, связанная с общим недофинансированием нашего среднего звена образования и с общим значительным оттоком учителей средних школ, в частности, учителей естественников в зону частной практики, в зону репетиторства. На недавно прошедшей стратегической сессии у представителя правительства Мишустина 29 октября назывались цифры на более полутора триллионов рублей в год оценивается рынок и это, конечно, с точки зрения того, о чем мы говорим, такая большая важная системная проблема. Вряд ли мы можем ее какими-то словами решить, но, по крайней мере, обращать на это внимание и понимать ее наличие очень важно. Что мы можем делать? Мы можем, конечно, работать в тех направлениях по профессиональной ориентации, по, уже упоминали здесь, атом-классы. Мы большую историю затеяли с кадетским образованием, с тем, чтобы какую-то часть обучающихся кадетских классов и кадетских корпусов ориентировать на карьеру в инженерно-технической области, ну, в частности, в предприятиях ядерно-реженого комплекса Госкорпорессор Росатома 12-го главного управления. Мы ведем большую работу с нашими, внутри наших филиалов, и у нас в этом смысле она приносит свои плоды, у нас хороший стабильный набор на нашей площадке, при том, что они находятся в состоянии такой острой конкуренции с крупными университетами, которые в регионах активно развиваются, и, в частности, могут похвастаться новыми кампусами, как, например, Уральский федеральный университет. Но мы хорошо понимаем, что если школьник из Озерска поступит в УРФУ, то с большой вероятностью он в Озерск не вернется. Он останется в Екатеринбурге или уедет в Центральную Россию. И здесь никаких иллюзий у нас быть не должно, при той ситуации, которая у нас есть сегодня, для того, чтобы атомная, а она распределенная, вот эта страна Росатом, как мы ее называем, жила, мы должны развивать образование там, где эти молодые люди будут работать. И в этом смысле я очень надеюсь, что новая инкарнация, новая волна вот этой кампусной программы, которая была анонсирована тоже на этой стратегической сессии, она будет происходить не в логике университет плюс регион. Вы знаете, что там есть ограничение, не менее 300 тысяч населения должно быть в городе, чтобы мы могли давать на участие в этой программе, что сразу отсекает все наукограды России, все атомные города. А университет плюс индустриальный партнер. Это вот было анонсировано министром. Если действительно будет так, то, конечно, для нас с Росатом, мы предварительно тоже вчера как раз с Алексеем Евгеньевичем обсуждали, будет жизненно необходимо выйти с таким проектом распределенного кампуса ориентированного на наши атомные города со столицей, надеюсь, в Обнинске, как мы уже тут тоже неоднократно обсуждали, имея в виду проект Обнисктех и международное измерение вот этого образовательного движения. И это позволит нам серьезным образом нашу инфраструктуру улучшить, что, конечно, повлияет на привлекательность, на качество набора профессорского преподавательского состава и так далее. Нам очень важно понимать, что значительная часть этих проблем, она не может быть решена из Москвы. Она должна решаться на местах, и мы должны работать с теми молодыми людьми, которые могут приехать в наши атомные города, построить там семьи, построить там профессиональную карьеру, получить хорошее образование и приносить пользу нашей отрасли и отечеству, как граждане и профессионалы. Вот это региональное измерение крайне важно, и я хотел бы вот на этом сделать особо аксессу. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо вам. Я бы хотел передать слово Ильиной Ирине Евгеньевне. Она проделывает очень большую работу с точки зрения подготовки образовательных стандартов, подготовки обучения. Уважаемые коллеги, добрый день. Я бы хотела поблагодарить за возможность выступить на вашем заседании. И я представляю Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере. Мы подведем Министерство науки и высшего образования и ведем ряд проектов, в том числе это научно-технологическая инфраструктура Российской Федерации, все центры коллективного пользования, уникальные научные установки, которые есть в стране. Мы ведем мониторинг этой работы в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования. Благодарю. Также хотелось бы отметить, что мы ведем оценку научно-технологического потенциала субъектов Российской Федерации и вопросы, связанные с подготовкой кадров как ключевым инструментом. Это действительно важный вопрос. У нас из 8 субъектов, вернее, федеральных округов Российской Федерации только 3 федеральных округа. Это центральные, северо-западные и приволжские имеют положительный иммиграционный прирост. Все остальные федеральные округа имеют такой вот отток. Это действительно те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это и демография, это и отток в центры, в Санкт-Петербург, в Москву, наших кадров из регионов. И поэтому формирование центров в протяжении в регионах, начиная со стороны со школьников, со студентов, это действительно большая важная задача не только для атомной отрасли. Поэтому в рамках своего выступления я бы хотела все-таки посвятить его вопросам научно-технологической инфраструктуры как инструмента популяризации науки. Вот здесь на слайде представлена система центров коллективного пользования уникальных научных установок. Центр коллективного пользования это структурные подразделения, вузы или научные организации, где у нас располагается научное и технологическое оборудование, колюсерные кадры, обеспечивает работу в интересах третьих лиц в выполнении работы, оказания услуг для проведения научных исследований, а также осуществления экспериментальных разработок. У нас их в стране 613 и 401 уникальная научная установка, это комплекс научного оборудования, не имеющих аналогов в Российской Федерации, функционирующие как единое целое и созданные научной организацией либо вузом, в целях получения научных результатов, достижения которых невозможно при использовании другого оборудования. И как мы видим, наибольшее количество у нас представлено в Центральном федеральном округе, это Приволжский федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ. Мы проанализировали в нашей системе, это платформа ЦК ПРФ, можно обратиться, это данные открытые, по направлению энергоэффективности, энергосбережения, ядерная энергетика, у нас функционирует в Российской Федерации 91 Центр коллективного пользования и 21 уникальная научная установка с типом ядерные и термоядерные комплексы, электрофизические установки и ускорители, а также установки класса Мегасайенс, это СКИФ, НИКО, ПИК, Омега, СИЛА, РИФ, части из этих установок работают, часть безусловно находится на этапе строительства, но тем не менее, это та инфраструктура, которой мы обладаем в Российской Федерации и на площадках которых могут проводиться и образовательные треки с привлечением студентов, аспирантов, школьников и ряд других направлений. Ну вот здесь на слайде представлены показатели деятельности ядерных и термоядерных уникальных научных установок, но у нас вот 21 ядерная термоядерные комплексы, около 3 миллиардов первоначальная стоимость уникального научного оборудования, 1,2 миллиарда это объем выполненных НИР в 2023 году на площадке этих установок и 1,1 миллиард в интересах иностранных пользователей. Хотелось бы отметить, что данное оборудование очень востребовано ученными не только из России, но прежде всего из зарубежных стран, но об этом мы тоже поговорим. 1,5 миллиарда это оказание услуг, доходы в рамках работы на данных установках и 827 миллионов это в интересах иностранных пользователей, то есть получены доходы в рамках работы на данных уникальных научных установках. В 2023 году уже опубликовано по итогам проведенных работ 15 публикаций в ВСКОПУС, 627 это количество сотрудников, которые работают на данных установках, 99 это количество пользователей, в том числе иностранных, 11 в 2023 году и 11 результатов интеллектуальной деятельности уже у нас запатентованы. Хотелось бы отметить о том, что действительно идет большая работа и вот есть даже некие практические элементы, это возможность посещения уникальных объектов повышенной опасности. При условии соблюдения мер безопасности с учетом действующих режимных ограничений, вот здесь пример приведен, виртуальная реализация данных инициатив. В 2021 году Курчатовский институт представил 3D-тур по уникальной научной установке, это источник синхронного излучения киси в рамках проекта Российского научного фонда. И также на базе синхронтрон-лайк университета имени Канта предлагается создать демонстрационный макет, который бы позволил визуализировать особенности рентгеновских методов исследования за счет использования видимого человеческому глазу излучения. В качестве примера также можно представить возможность демонстрации деятельности центров коллективного пользования уникальных научных установок в форме выездных экспонатов. Я не буду более подробно говорить, но в целом скажу, например, что это центр коллективного пользования, центр по исследованию высокотемпературных сверхпроводников и других сильнокорреляционных электронных систем. Они предлагают в качестве экспоната тонкодисперсные порошки сверхпроводников, образцы модельного сверхпроводящего провода, центр коллективного пользования нанотехнологий, антический центр и МХРАН. То есть такие вот проекты у нас в настоящее время уже существуют. Реализованные возможности научно-популярного туризма на уникальных научных установках. Такие типы УНУ, как научные коллекции и обсерватории в большинстве поддерживают и развивают научно-популяционную техническую инициативу. То есть это уже проекты, которые в настоящее время работают. Почему бы ядерным объектам не перенять этот опыт? Это обзорные экскурсии, квест-игры, мастер-классы, возможность наблюдения за экспериментами и непосредственное участие в них, научно-популярные лекции и на ипросветительская деятельность. Таким образом, понимая, что у нас есть сеть объектов инфраструктуры ЦКП и УНУ, она на платформе, у нас федеральная платформа здесь собрана, в рамках ядерного общества, которое, вы представляете, можно вести совместную работу по просвещению, по привлечению школьников, студентов и иных заинтересованных пользователей. Поэтому вот есть возможность выстроить такую систему. На данном слайде представлена, но тоже в качестве примера, научная коллекция как объект научно-популярного туризма, примера реализации. Это коллекция генетических ресурсов риса, овощных и бахчевых культур вне риса, коллекция гибридного мирового океана вне биологии водных морей, ботанический сад и институт дальневосточного отделения Российской академии наук. Это те центры, которые ведут достаточно большую работу просветительскую на своих площадках. Я не буду подробно говорить, это можно будет потом посмотреть у нас на слайдах. Ну и в качестве вывода и предложения хотелось бы сказать следующее. Необходимо констатировать, что научно-популярная активность объектов научно-технологической инфраструктуры коллективного пользования остается недостаточной, хотя и имеются отдельные успешные проекты, которые я сейчас перечислила в своем докладе. Рекомендуется провести мониторинг лучших практик организации в ЦКП и УНУ, научно-популярного туризма и профориентационной работы с обучающимися. Таким образом, РЕП совместно с Ядерным обществом в России предлагается разработать методические рекомендации по организации деятельности по популяризации науки на объектах научной инфраструктуры с целью тиражирования данных практик. И так же РЕП совместно с Ядерным обществом в России предполагается разработать на базе интернет-портала научно-технологической инфраструктуры Российской Федерации ЦКПРов сервис-агрегатор научно-популярных и просветительских активностей объектов ядерной отрасли с учетом вовлечения профильных ЦКП и УНУ. На самом деле, если мы говорим оба отрасли в целом, то у нас есть такой проект как научно-образовательный кластер, где у нас взаимоввязываются задачи подготовки кадров с учетом тех проектов, которые в настоящее время реализуются на предприятии. Это текущие проекты, это проекты будущего, инвестиционные проекты, когда нам необходимо подготовить кадры. Но кадры нужно готовить не только те, которые могут работать у нас на предприятии в настоящий момент, а те, которые готовят эти кадры, те, которые готовят новые технологические решения. Таким образом, выстраивается комплексная цепочка на подготовке кадров и в сфере науки, и в сфере образования, потому что это новые образовательные программы, их тоже нужно составлять. Их необходимо составлять на основании новых разработок, которые создают наши ученые. Поэтому здесь вот эта взаимосвязь по текущим проектам и по инвестиционным проектам. Мы отрабатывали эту историю с Сибирским федеральным округом, это единственный федеральный округ, который имеет стратегию социально-экономического развития, где сформированы кластеры, отдельно там лес, химия и ряд других, энергетика и так далее. И вот, например, мы выявили, что в отрасли по химии в настоящий момент уже не хватает 9 тысяч человек. То есть вопрос по вакансиям действительно очень остро в настоящее время стоит, и в ближайшую перспективу конкуренция за высококвалифицированные кадры, особенно из инженерного плана, он действительно у нас будет стоять очень остро. Поэтому нужно заранее работать в данном направлении. Ещё одна задача, которую мы видим, это цифровые двойники. Буквально недавно я была в одном из институтов, и научный руководитель Славьёв Геннадий Леонидович, он рассказал, показал цифровой двойник атомной электростанции. Вы знаете, я была просто до глубины поражена, и думаю, если бы там присутствовали школьники или студенты, и увидели все эти мониторы, и эти прогнозные решения по различным вариантам, это, безусловно, могло бы заинтересовать. И вот такие объекты, их необходимо формировать реестр, возможность посещения этих объектов. И особенно вот говорили о профессорах ядерной отрасли. Вы знаете, получили колоссальное с коллегами удовольствие от того, что мы прослушали лекцию, как работает атомная электростанция. Это было доступно, это было очень интересно, и понимание значимости этого объекта, оно было достаточно велико. Ну и следующий трек – это научно-технические музеи. Мы в рамках своей работы провели анализ и оценку общей сети научно-технических музеев, которые есть у нас в Российской Федерации. Это свыше 600 этих музеев. И вот вовлечение в работу музеев по популяризации ядерной отрасли с нашей точки зрения тоже имеет важное значение. Здесь мы тоже могли бы вместе с вами поработать и посотрудничать вот в этом вопросе. Ну и в завершении хотелось бы отметить, что мы в рамках инициативы «Десятилетие науки и технологий» сейчас создали журнал, он называется «Пространство науки». Этот журнал призван популяризировать наши научные школы, наших великих ученых, на плечах которых мы стоим, создаем новые технические решения и результаты. Хотелось бы отметить, что нашим партнерами является, помимо Миноборнауки, который является учредителем. И Секиринский Денис Сергеевич, как замминистра, курирует эту работу. Мы сотрудничаем с Российским историческим обществом, с Российским историческим медицинским обществом. И были бы рады, чтобы ядерное общество также стало партнером данного проекта, где мы публикуем о ведущих ученых, ведущих научных школах и наших достижениях в рамках реализации тематики «История, науки и техники». Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз благодарю вас за внимание и успехов. Всего доброго. Ударим. Вот, уважаемые коллеги, это замечательный пример того, как мы можем объединять уже свои усилия по реализации проектов, которые работают. То есть не надо с нуля начинать, надо объединять. И вот последнее ваше предложение о музее. Мы несколько лет уже создаем и развиваем Музей мировой атомной энергетики. И одна из главных идей была, чтобы любой школьник, который интересуется, мог сразу узнать, а как работает атомная станция в любой части мира, не только в России. И я думаю, этот вот проект мы и дальше будем развивать вместе с ВАУ. И, конечно же, вот ваше предложение, я считаю, что будет принято. Ядерное общество сейчас новый импульс дает этому проекту. Спасибо вам. Благодарим. Смирнова Ольга Олеговна, вы готовы? Да. Благодарю. Смирнова Олеговна, директор ОНО Центра стратегического планирования. Спасибо за предоставленное слово. И, учитывая уже сказанное, как сказал Вадим Игоревич, что тенденция падения числа ребят, которые выбирают математику и инженерной профессии. Также Георгий Викторович ответил, что гигантский дефицит кадров. И в этой связи я бы хотела в своем выступлении шагнуть все-таки за порог отрасли, посмотреть на задачу немножко более широко, потому что, так как озвучена информация от корпорации Академии Росатома, рынок труда закончился, а нужно где-то найти 57 тысяч привлечения новых сотрудников. Соответственно, где искать? Поэтому я хотела бы посмотреть более глобально на такую вещь, как баланс трудовых ресурсов, вообще прогноз баланса трудовых ресурсов. У нас есть поручение президента по итогам расширенного заседания Президиума и Госсовета, где прописана в 2023 году и методика формирования прогноза, и в отраслевых и региональных стратегиях должны быть эти кадровые блоки соблюдены, и контрольные цифры приема тоже должны соответствовать. Но обращу внимание на даты 2023 поручения президента, в 2023 год, только в сентябре 2024 мы получаем методику формирования прогноза потребностей экономики в кадрах. Соответственно, как такового прогноза мы сегодня глобально по стране не имеем. Но в целом, в общем, история-то, она уже такая продолжительная, и у нас баланс трудовых ресурсов должен был быть разработан еще с 2011 года, вот, и все методички на самом деле были утвердены, и, о чудо, в 2022 году у нас на сайте Минтруда появляется прогноз баланса трудовых ресурсов, но здесь я чуть-чуть немножко хочу все-таки потроллить. Если мы думаем, что это какой-то межотраслевой баланс, с квадрантом, не знаю, балансировки, показываю, что есть на сайте. Это все, что есть на сайте Минтруда. То есть мы сегодня не... Вот все, вот я специально ссылку даю, это тот самый прогноз баланса трудовых ресурсов, который сегодня мы имеем. Вот, то есть минимальное распределение по АКВЭДам и полное отсутствие... Презентация будет доступна, я думаю, что у организаторов. Вот. И полное отсутствие проекций на территории. Соответственно, следующая задачка. Может быть, мы посмотрим где-то на территории, мы сможем увидеть, как же распределены кадры, вот, как распределены возможности, ну, и потенциалы, потребности. Смотрим на закон о стратегическом планировании. Стратегия пространственного развития должна содержать в себе и о системе расселения, и о трудовых ресурсах. Но стратегия пространственного развития, которая сегодня действует, 19-го года, этого раздела вообще не содержит. Та стратегия, которая сейчас готовится, и вот много стратегических сессий идут в правительстве, этот раздел, ну, практически отсутствует. Дай бог, чтобы он был немножко более конкретен. Пока это действительно такие рамки. То есть у нас стратегия пространственного развития опять не задала никаких ориентиров уже в пространстве и не задает. Может быть, у нас все-таки субъекты Российской Федерации что-то дадут. И опять же, у нас такое требование, такое есть, и субъекты Федерации должны разрабатывать эти прогнозы баланса трудовых ресурсов по субъектам. Но в прошлом городу наш центр, как исполнитель задания Совета безопасности, сделал работу. Мы проследили. Я быстро пролистаю, но картина на самом деле по регионам, ну, мы видим, что не то, что не содержит какой-то информации, ее просто, ну, просто даже самих документов таких нет. Ну, что могу сказать? Что у нас получается такая сложная достаточно система уравнений, где с огромным количеством неизвестных. У нас неизвестные в региональном разрезе, у нас неизвестные в отраслевом разрезе. Добавлю еще, наверное, такие вещи, как контрольные цифры приемов. Сегодня, ну, конкретно, конечно, Минобор сегодня старается привести эти цифры, но конкретика. По Арктике нужны инженерные профессии в связи с новыми проектами, внедрением. Доводят контрольные цифры приемы библиотекарей. Понятно, что эти люди через 4-5 лет уедут. То есть у нас в эту систему уравнений добавляется еще одно неизвестное миграционное составляющее. Следующее. У нас указы, как указ предыдущий о стратегии научно-технологического 2016 года, так и действующий, не содержат реальную потребность в кадрах с учетом новых технологий. То есть это еще одна такая переменная, которая тоже не определена. И, конечно, самое важное, а мы говорим, если говорим про атомную отрасль, мы говорим про высококвалифицированных специалистов. У нас ни в одном из документов по кадрам не учтен вопрос качества трудовых ресурсов и человеческий капитал. Поэтому на самом деле, для того, чтобы говорить, что нам действительно... Ну, понятно, что есть потребность 57 тысяч человек при влечении в отрасль. Но для того, чтобы найти этих людей нам в региональном разрезе и, соответственно, качественный образовательный ценз, нам нужно по-другому подойти к вопросу вообще баланса трудовых ресурсов. И это, на самом деле, задача достаточно большого масштаба. И, может быть, даже где-то Госдума возьмет себе на карандаш. Спасибо за внимание. Благодарю вас за очень интересное выступление. Обязательно учтем в работе. Ольга Александровна Кононова, готовы? Пожалуйста, презентацию. Я работаю в группе по привлечению выпускников и профориентации, а также в прошлом году запустила программу поддержки учителей городов присутствия атомных станций и ряд мер по популяризации физики. Но, занимаясь программой поддержки учителей, мы прекрасно понимаем, что этот процесс невозможен без понимания стратегических целей концерна. Потому что перед нами стоит амбициозная задача от президента по увеличению доли атомной дегенерации. В общем, энергобалансия с 20% до 25%, что абсолютно невозможно без ввода новых блоков. Вот вы видите, до 2025 года амбициозные цели это действующие 36 блоков, ввод новых в России и за рубежом, и еще и вывод 13 блоков из эксплуатации. Соответственно, ключевая задача – это поддержание численности и увеличение приема выпускников. Ну, по сути, тут представлен план кадрового обеспечения дивизиона до 2035 года. Дивизион – это не только концерн «Росэнергоатом», но и организация, обеспечивающая деятельность атомных станций. Нам необходимо привлечь 100 тысяч человек, из них это 20 тысяч выпускников вузов и 15 тысяч СУЗов. Соответственно, акцент в нашей работе мы делаем на приеме молодых специалистов вузов и СУЗов. Ну, вот концерн сейчас, наши ключевые задачи. Картинка сейчас – 36 действующих энергоблогов, 34 и 405 тысяч человек, 20% в энергобалансе страны. И до 2030 года мы видим этот период как наращивание сил для такого технологического прорыва. К 2030 году будут запущены два новых блока, а к 2045 на территории России – это уже 45 тысяч человек, 28 новых блоков и, соответственно, увеличение атомной генерации до 20%. К 2045 году атомная энергия впервые придет в 7 новых регионов России. Это Челябинская, Амурская области, Красноярский, Хабаровский, Приморские края, Республика Башкар-Кастам и Республика Сахам. Соответственно, для таких амбициозных и глобальных задач, безусловно, наша цель – это увеличение приема выпускников. На текущий момент концерн «Росэнергоатом» принимает 910 выпускников в год и задача нарастить практически вдвое эту цифру. Соответственно, мы понимаем, что мы должны быть конкурентоспособными на рынке, мы будем развивать программы целевого обучения, пересматривать условия работы, чтобы они соответствовали рынку, и применять другие меры. Но в целом концерн уже сейчас активно ведет работу с ключевыми вузами. Тут прекрасно показано, из каких вузов мы ежегодно берем своих выпускников. Как видно из статистики, в основном это филиалы МФИ, и при том не Москва, а филиалы. Далее идет и ЭГУ, Воронежский государственный технический университет и так далее. Далее цифры еще ниже. И мы уже тут понимаем, что чтобы развивать возможности роста, приема выпускников, мы должны обеспечить условия для этого роста, а это значит работа со школами. Соответственно, вот такая целая система, наш план по привлечению выпускников уже состоит из четырех блоков. Это взаимодействие со школами. Подробнее я об этом расскажу чуть позже. Это профориентация школьников, тоже будем об этом говорить. Взаимодействие с вузами и работа уже со студентами-выпускниками в основном последних курсов для привлечения их в концерн. Концерн очень успешно и давно работает с ключевыми вузами. Это понятно из следующего слайда. Заключены очень масштабные дорожные карты на несколько лет, объемы финансирования впечатляют, развивается проект профессионалитет. Все это прекрасно мы понимаем. Но вернусь на предыдущий слайд. Уже сейчас мы действительно понимаем, что наши амбициозные задачи осложняются тем, что в наших ключевых вузах уже не хватает абитуриентов. То есть если мы не берем Москву и Санкт-Петербург, уже есть проблемы с наборами, с наполнением даже бюджетных мест. То есть мы открываем новые КЦП, открываем новые специальности, а нет абитуриентов. Поэтому в 2023 году была разработана программа поддержки учителей, и концерн единственный в Росатоме, который тоже создал такую систему. Сейчас я не скажу, что послужило предпосылками для создания этой системы. Конечно же, падение ЕГЭ по физике – это был первый пунктик. Но начиная работать с этой проблемой, мы собрали учителей, поговорили с ними подробно и выяснили, ещё более глобальную проблему – это серьёзная такая тяжёлая ситуация с кадровым потенциалом школ. В мае этого года корпоративная академия «Росатома», с которой мы полностью сотрудничаем по всем нашим проектам и участвуем в их экосистеме, которую они представили, был проведён отраслевой мониторинг кадрового потенциала школ. И не буду говорить обо всех городах Росатого, безусловно, их намного больше. Тут приведены городоконцерны, и, как вы видите, в красной зоне находится 7 из 12 городов в присутствии атомных станций. То есть в этих городах доля укомплектованности школ ниже 85%. Эта проблема усугубляется ещё и тема, что работающий персонал в большей своей части составляет люди 55+. То есть мы прекрасно понимаем, что в ближайшей перспективе проблема укомплектованности будет намного острее. В 7 из 12 городов в присутствии атомных станций доля персонала 55+, больше 46%. Практически половина работающих учителей – это люди 55+. Особенно, вот видите, какая ситуация, вот Сосновый Бор. Школы укомплектованы на 68%, а те, кто работает ещё и на 67%, это люди 55+. Поэтому концерном Росэнергатом, естественно, две большие проблемы укомплектованности, возраст учителей и что мы сделали. Вот конкретные шаги. Программа дополняется, расширяется, остановлюсь на ключевых моментах, на тех проектах, которые непосредственно удовлетворяют запрос учителей. И это, конечно, не первая позначимость, но очень важный для нас пункт – это стратегическая сессия. То есть раз в год мы собираем абсолютно всех учителей всех городов в присутствии атомных станций очно в Центре знаний МАШУК. Мы проводим стратегическую сессию, мы работаем в группах, мы спрашиваем их мнение по текущим нашим проектам, предложения по дальнейшим проектам, и на основе этого корректируем и разрабатываем меры их поддержки. Глобальным нашим прорывом – это был запуск материальной поддержки молодых учителей при трудоустройстве в школу города расположения АЭС. Практически мы им предоставили пакет, аналогичный молодому работнику атомной станции. То есть доплата на переезд благоустройства, 10 тысяч доплаток зарплаты в течение двух лет, 90% компенсации аренды жилья и впоследствии через несколько лет после работы суда на покупку собственного жилья. Глобальным, я считаю, прям победой нашей был запуск системы целевых договоров со школами городов присутствия АЭС и педузами. На самом деле спрос на этот проект очень велик. Да, концерт устанавливает доплату, но, поверьте, вот буквально на днях запустили подробную коммуникацию, и я не ожидала такого количества желающих заключить договор со школами городов АЭС, хотя ни в одном городе АЭС нету педагогического вуза. То есть это люди действительно готовые к переезду, и это люди, на которых будут обязательства остаться в этом городе минимум на три года. То есть, по сути, мы работаем как раз таки над тем, чтобы закреплять персонал в регионах. Вот глобальный проект «Физика сейчас», который мы реализуем при поддержке наших вузов-партнёров и АТЕНЬ-ЯУМИФИ, и Томский политех, Ивановский вуз был задействован. Это очень мощный проект, комплексный, направлен как на учеников, на учителей и на их родителей. Одновременно очень десанты из профессионалов, экспертов вуза по физике проводят в школах уроки по физике, мастер-классы. Далее прошли курсы повышения квалификации для учителей по физике по темам, которые они сами же заявили. Далее были проведены встречи с родителями школьников по популяризации, с рассказами об атомной станции, о том, как там интересно работать. И, конечно же, мы понимаем, уже говорили о финансовой составляющей среднего образования. Мы поддерживаем наших учителей финансово. В 2023 году мы выплатили 20 лучшим учителям премии по 200 тысяч рублей. И также все педагогические вузы, которые являются такими поставщиков кадров для наших школ, мы также поощряем ежегодно, включаемые в конкурс стипендии грантов. Это тоже премии в размере 100 тысяч для студентов и 250 для преподавателей. И, конечно же, мы поддерживаем взрослевые проекты, инженерные классы, экспресс-стажировки. И важным пунктом, действительно, тут не указано, но скажу, это является экскурсия на атомные станции. То есть в прошлом году было проведено несколько экскурсий. Отклик и интерес невероятный. В этом году у нас тоже запланировано 60 учителей для посещения атомных станций. Спасибо. Большое спасибо. Я думаю, эксперты были рады услышать тем опциям, которые представляет Госкорпорация «Просатом» и «Атомфлот», и концерн «Росэнергоатом», и корпоративная академия, и техническая академия, и вся экосистема, которая оперируется, корпоративная академия. Я думаю, что обязательно какую-то форму сотрудничества мы предусмотрим. Коллеги, я бы хотел представить слово еще одному из партнеров, который выходит за рамки Госкорпорации «Росатом». Это директор Музея морского речного флота, как он сейчас теперь называется, ранее Музей морского флота, Колобаев Сергей Александрович. Пару слов скажите, пожалуйста, о популяризационной работе, которую вы проводите. Спасибо за возможность выступить. Значит, кто такой музей? Музей морского речного флота родился в 60-м году посредством выставки морского флота СССР. В 89-м году музей стал музеем, а не выставкой. В 2005 году музей стал федеральным. Чем занимаются музеи и какую нишу, раз сильно ограничено время, значит, скажу. Музей взял на себя нишу профобразования, это от детей до высших учебных заведений. То есть, так как есть острая нехватка в отрасли морского речного флота в кадрах, и в 2023 году, по данным Волжского государственного университета водного транспорта, профицит рабочих мест, свободных, которые нужно занимать, достиг максимума. То есть, мы наблюдаем, что профессия моряка утрачивает привлекательность для молодых людей и просто для специалистов в той или иной области. Мы можем предложить решение этой проблемы, и этим мы занимаемся. В самом начале, когда появлялся музей, 12 января 1960 года, министр морского флота Виктор Бакаев отметил, что рождение маленького музея-выставки поможет нам восстановить в памяти, в едином целом, историю отечественного мореплавания. Мы должны сделать эту выставку действенным очагом пропаганды, развития и укрепления морского торгового флота СССР. То есть, музей, история, рассказы, всем, начиная с детей, это пропаганда. В хорошем смысле этого слова. Мы считаем, что посещение музеев, музея, должно включено быть просто в учебную программу, чтобы дети заразились морем и хотели, придумали, им дали мечту стать моряками. Я понимаю, что ядерная отрасль — это 400 тысяч человек, работников, а федеральное агентство морского и речного транспорта — это всего 20 тысяч. Просто это маленький пример, который и музей, который маленький, который решает ту задачу, которую сам себе выдал. Ключевая аудитория на музее или мероприятие, которое проводит музей, это школьники младшего и среднего возраста. Этот возраст наиболее подходит для пробуждения интереса к морской профессии. С 2019 года аудитория музея выросла многократно. С 4 тысяч человек, которые пришли и посмотрели, до 140 тысяч человек в этом году. Музей является открытой публичной площадкой, которая доносит об отрасли детям, подрастающему поколению, всю информацию о том, что такое море и как там быть. Мы понимаем, что задача, которую мы решаем, должна решаться системно. Мы разработали концепцию филиальной сети для работы подрастающего поколения. Потому что говорить, что мы это сделаем только в Москве, это самый большой город, и все, и дальше кто-то еще что-то будет делать, это неправильно. Мы обязаны в каждом водном регионе, в бассейне, создать и филиальную сеть, и детские и юношеские центры, которые смогут доносить эту информацию. Что делают детские и юношеские центры, которые мы собираемся первые открыть в 2026 году? Это музейный лекторий для проведения встреч с приглашенными гостями. То есть реальные люди рассказывают о реальном море и о реальной профессии. Мастер-классы. Это вязать морские узлы, судовождение, судомоделирование. Следующее – это квестовое пространство, где, имитируя части судна, дети узнают, как устроено судно, могут наглядно разобраться в его управлении. Конечно же, необходимы ежегодные фестивали под открытым небом, пешеходные и речные экскурсии, выездные мероприятия в подведомственных учреждениях. И к выводам сразу. Так как мы сейчас имеем проблему, что профессия моряка стала менее востребована у молодежи. Мы налаживаем работу с учебными заведениями для того, чтобы создать вот эту идею и желание у людей идти в море. Считаем, что необходимо включить в школьную программу двух уроков, важных в течение учебного года по тематике. Это вот я сейчас говорю про море, это может быть любая тематика любой отрасли. То, что у нас получилось за последние пять лет увеличить аудиторию, которая приходит в музей, в 30 раз, это вот так просто получилось. То есть это говорит о том, что мы формируем у подрастающего поколения мечту стать моряком. Конечно же, хочется сказать, что, как один человек у меня спросил, говорит, а что нужно вообще музею? Музею для того, чтобы продолжать выполнять эту функцию по профориентации, либо приведение человека в профессию, необходима, конечно же, государева политика и нормальное финансирование, которое хотя бы исполнялось, просто исполнялись указы президента, которые говорят, что средняя зарплата должна быть вот такой. Потому что, что касается музея, она в несколько раз не выполняется, потому что субсидии, которые даются, они не покрывают указы президента. Все, спасибо. Уважаемые коллеги, задача по профориентации, с учетом задачи, которая по развитию атомной энергетики не ограничивается только одной нашей страной. У нас на связи директор организации «Энергия будущего» Макарова Екатерина, который проводит очень большую работу по проведению научно-популярных популяризационных мероприятий за рубежом. Екатерина, скажешь нам тоже пару слов? Евгения, коллеги, здравствуйте. Рада вас слышать, присоединиться к сегодняшней дискуссии и рассказать о двух форматах, которые, как мне кажется, могли бы представлять интерес для того, что сегодня стало лейтмотивом нашего круглого стола для объединения усилий. «Энергия будущего» проводит мероприятия за рубежом, направленные на популяризацию науки, инноваций и технического образования, продвижение российских атомных технологий, как надежных, безопасных и экологичных. В этом году «Энергия будущего» провела уже фестивали науки в Мьянме, Индии, и планируем еще успеть провести до конца года в Узбекистане и Египте. Программа фестиваля включает лекции, мастер-классы, квизы, квесты, просмотры тематических фильмов для школьников и студентов. Спикерами на наших мероприятиях в этом году выступали профессора ИАТ. Именно в расширении пола спикеров, популяризаторов науки мы заинтересованы. Поэтому, если с вашей стороны и у вас есть интересы по представлению или привлечению в работе с аудиторией школьников и студентов за рубежом, мы готовы, соответственно, с вами обсудить возможности привлечения ваших спикеров в наши мероприятия. В следующем году число таких фестивалей науки увеличится. В следующий год это год проведения компании 80-летия российской атомной отрасли. И мы также будем увеличивать число мероприятий за рубежом. Кроме того, оно «Энергия будущего» занимается развитием информационных центров по атомным технологиям за рубежом. Сейчас работают такие информационные центры в Узбекистане, Казахстане, Мьянме, Вьетнаме и Белоруссии. На базе этих информационных центров возможно проведение ваших мероприятий, если вы заинтересованы, если, опять же, есть интерес к тому, чтобы проводить мероприятия. Эти площадки могут быть вам предоставлены абсолютно на безвозмездной основе, и мы готовы для вас собрать аудиторию школьников и студентов, на которую вы можете обращаться. Поэтому предлагаем объединять усилия и предлагаем сотрудничать. Все контакты есть у Евгения Борисовича. Благодарю. Он уже много лет занимается производством оборудования, полностью российский производитель оборудования для наших школ и вузов. Все, Владимир Олегович, пожалуйста, пару слов. Уважаемые коллеги, приветствую вас, Андрей Иванович, Евгений Борисович. Благодарю за оказанное доверие. Пользуясь случаем, для начала хотел бы, так как у нас сегодня есть представители учебных учреждений, то хотел бы поздравить непосредственно с профессиональным вашим праздником высшей школы. Очень приятно, что мы именно в этот день сегодня собрались. Может, это как-то символично. Да, я представляю компанию Центр развития образования. И мы являемся производителями учебного и презентационного оборудования, полностью российского, и следуем полностью тенденции импортозамещения. Сегодня, как сказал наш президент, переходим все на наше. У нас очень долгий и полный цикл производства, и с этим связаны определенные сложности. Но наша главная цель и наша главная задача в том, чтобы обеспечить интересный и практический учебный процесс. Потому что мы все прекрасно знаем, и сегодня коллеги не раз озвучивали нашу проблему. Проблема заключается, во-первых, в отсутствии или в угасании интереса к техническим наукам непосредственно у школьников. И еще одна проблема – это, конечно же, преподаватели. Работа с преподавателями также является нашей целью и нашей задачей. И мы в нашем центре образования занимаемся, во-первых, контактируем непосредственно с преподавателями, интересуемся их видением учебного процесса. Потому что в первую очередь, как также сегодня, мы не раз уже обсуждали и говорили о том, что именно на учителях, на учителей возлагается такая ответственность, привить любовь и интерес к наукам, начиная от школьной скамьи. Поэтому в нашем центре развития образования мы занимаемся контактированием с преподавателями, интересуемся, что необходимо, как они видят учебный процесс, и их идеи пытаемся и стараемся воплотить в жизнь. Для того, чтобы в первую очередь облегчить работу непосредственно преподавателям. Потому что и дефицит в кадрах преподавателей, возможно, из-за того, что... Ну, даже не знаю, как это выразить. Вполне возможно, есть определенный стереотип, связанный с самим образованием, и преподаватели, может быть, сами не проявляют большой интерес к преподавательской деятельности. Поэтому мы пытаемся разнообразить их учебный процесс, именно их работу, для того, чтобы они на базе своих знаний уже могли передавать непосредственно интерес к данным наукам, к данным знаниям, абитуриентам и ученикам. Но, к сожалению, как изготовители, мы столкнулись еще с одной проблемой, которая, вполне возможно, тоже имеет какой-то определенный, оставляет определенный отпечаток в данной проблеме. Это реализация наших продуктов и нашей деятельности. К сожалению, мы не имеем возможности напрямую контактировать и связываться непосредственно с учебными учреждениями. Они вынуждены, по разным причинам, вынуждены реализовывать наши продукты, наши изделия через интеграторов, через региональных интеграторов. И в результате создается определенная цепочка, которая, вполне возможно, также негативно сказывается на итоговом результате. И мы считаем, что гораздо удобнее и более продуктивно было бы, чтобы мы были без вот этой цепочки, а непосредственно производитель контактировал с учебными учреждениями напрямую, ввиду того, что такая связь сможет плодотворно сказаться на итоговом результате. Потому что в наши задачи входит не просто, как у интеграторов, что-либо продать или что-либо словно отгрузить. Наша задача ввести данные объекты и контактировать непосредственно с преподавателем, потому что мы сами прекрасно понимаем, что как бы мы не оснастили наше учебное учреждение, в любом случае, как тоже сегодня было уже сказано о том, что преподаватели меняются, ввиду возраста, по разным, абсолютно по разным причинам. И новый состав, вполне возможно, просто не будет понимать, с чем они имеют дело. Поэтому наша задача, как непосредственно изготовителей и производителей, контактировать с каждым учительским составом, для того, чтобы мы смогли добиться нашей общей цели, ради которой мы сегодня собрались. Спасибо. Благодарю. Благодарю. Я надеюсь, что мы сможем как-то решить это узкое место и сможем как-то выпрямить контакты, для того, чтобы более качественно всем решать эту задачу. Уважаемые коллеги, я бы хотел предоставить слово Зотовой и Лидии Владимировны, буквально 2-3 минуты просьба, а то у нас по графику немножко сдвиг. Хорошо, я прошу включить презентацию. Это важно, потому что я сегодня специально для вас приготовила презентацию именно тех ярких картинках, которых видят через свой гаджет мир наши дети. И я сегодня хотела бы просто обратить ваше внимание на такой момент, как использование игрового формата именно с образным восприятием, как инструмент привлечения школьников в рамках профориентации к инженерным профессиям. Начну пока. Резкое падение интересов школьников к инженерно-техническим специальностям сегодня было достаточно ярко представлено в выступлениях каждого докладчика практически. И актуальность подготовки уже технических специалистов на сегодняшний момент, она ярка. Наши институты, вот я такую специально яркую картинку поставила, где наши дети, ну они такие счастливые, беззаботные, а очень много студентов, абитуриентов иностранных государств, которые учатся сейчас, в том числе на технических специальностях, они с большим увлечением и с высокой степенью мотивации занимаются изучением наших технических наук, в то время как наши дети, в общем-то, беззаботно веселятся. Недостаток кадров в области атомной энергетики и в смежных областях, он очевиден, и у нас действительно работы сейчас для молодых специалистов в этой сфере значительно больше, мест для таких специалистов больше, чем самих специалистов. А наши дети, к сожалению, ввиду пропаганды легкой красивой жизни, которая идет сейчас как в фильмах, как в сериалах, в любой абсолютно популярной на сегодняшний момент доступной информации, идет популяризация легкой жизни блогеров, моделей, фотографов и иных каких-то еще, как они сейчас мягко и корректно называются, творческих специальностях. При этом необходимость именно инновационного решения на языке наших детей, на языке абитуриентов и студентов, и будущих специалистов любой технической профессии все-таки стоит разговаривать на языке именно этого поколения. И я сегодня прямо еще раз обращаю ваше внимание на важность рассмотрения каких-то решений, где привлечение интересов детей будет идти именно через игровые форматы. И вместо того, чтобы бороться вот с той грязью, которая действительно на самом деле льется и с Ютуба, и с Рутуба, и откуда угодно, то, что смотрят наши дети, внести туда свои коррективы. А для этого, как вот уже сказал, очень мне понравилось Сергей Александрович, государевая политика и финансирование, они как раз все решат. Что такое игровые форматы профориентации? И почему именно они? Потому что дети наши, у меня вот сыну 10 лет, он играет в игру Роблокс. И я вместе с ним, естественно, прежде чем позволить им играть в эту игру, я вместе с ним туда зашла и вместе с ним посмотрела, что вообще там происходит. Я посмотрела скиллы, которые там доступно выбрать игроку, ну, чтобы играть в эту игру. Единственного технического специалиста, которого я там нашла, это техник. Выглядит он очень непрезентабельно, очень непривлекательно. Никакого инженера, никакого космонавта, никого там нет. То есть техническим, по сути, техническим специалистам представлен какой-то техник. И все. Зато там очень красивые блогеры, шикарно одетые, наряженные, модные. Там есть модели, которые, по сути, простите, проститутки. И дети выбирают эти скиллы, и они играют в это. Они развлекаются, они строят свои какие-то сетевые взаимодействия, они строят коммуникации между собой, они там обогащаются. Это американская игра. Она... Я не знаю, играет ли в нее в Америке, но я знаю, что наши дети в нее, вот возраст моего сына, в нее играют поголовно. Она еще создана как площадка для коммуникаций. То есть они там играют вживую, они вживую строят там диалог. Они могут... Я пойду к другу играть, ну, пойду к другу в гости, он приходит к другу в гости, они садятся рядом на диван и играют в эту игру. По сути, к другу в гости можно и не идти. Минуту на вывод. Да, благодарю. Ну, я думаю, что я донесла смысл, и поэтому я предлагаю на сегодняшний момент рассмотреть вариант создания игровой платформы для профориентации именно с использованием технологий визуального восприятия через создание позитивного образа умышления к этой профессии. Технологии такие существуют. Это позволит как раз решить ту задачу, которая сейчас стоит перед всеми. И, в общем-то, я здесь для того, чтобы призвать всех нас, всех заинтересованных лиц вот как раз к дискуссии о возможностях, перспективах использования таких инструментов. Благодарю за внимание. Благодарю. Вот как раз в Орленке сейчас проходит при участии Росатома как раз одно из направлений в этой области. Благодарю за предложение. Я обязательно примем. Я бы попросил сейчас Мирщиченко Евгения Александровича, представителя Союза молодых инженеров России, тоже пару слов сказать и, может быть, предложений для совместной деятельности. У меня два сообщения. Одно частное, одно общее. Значит, частное сообщение следующее. Он, Союз молодых инженеров, патронирует, ну, помогает, значит, ассоциации учителей черчения. Они уже 15 лет проводят графические турниры черчения международной язык техники. Это работа со школьниками, это всероссийская такая история, ну, в общем-то, специфическая олимпиада на графике построенная. Поэтому здесь присутствующим заинтересантам, ну, кто работает со школами, вот дивизионы. Есть просто готовое решение, которое и так где-то пересекается наверняка с вашими территориями, но если, значит, есть необходимость усилить работу со школьниками, со школами в части ранней профориентации, начиная там с пятого класса, обращайтесь, ну, обращайтесь тоже к нам, мы вас сведем с этой ассоциацией, с командой, которая занимается этими графическими турнирами и, значит, поможем учителям как бы не потерять свои, что называется, профориентации, эти свои навыки и, собственно, работать дальше. Хочу, кстати, дополнить, вот Ольга Александровна говорила, жаловалась, что у вас там более 50% возрастных учителей, да слава богу, что они еще у вас есть, потому что без этих учителей, собственно, молодые ЕГЭ-учителя это уже полный провал. Я перехожу ко второму сообщению своему, значит, есть вот сейчас несколько организаций, там, Всероссийское родительское собрание, родная школа, вот Саватеев, академик из МФТИ, ее возглавляет это движение, значит, они вот недавно выпустили там буквально в этом месяце аналитический доклад о состоянии школ и вообще учителей образования, значит, и там, по их мнению, полный провал, то есть, чем-то все сыпется. И этот доклад прочитал, значит, на него отреагировало, как ни странно, не Минпросвещение, а Минобразование, потому что поручение по укомплектованию кадрами президент дал Минобразование, а что может сделать Минобразование, если его вузы недоборы, потому что школам выдавать некого. И Минпросвещение продолжает, значит, бить баклуши. Странно, что его здесь сегодня нет, этого Минпросвещения. Обещали, что их сольют, но, видимо, СВО вмешалось и как бы отложили на потом. Но вообще проблема увязки Минпросвещения и Минобразования сейчас голова болит у Минобразования, а не Минпросвещения. Я хочу что предложить. Вот Саватеев, например, он почему-то, ну, может, они просто не политики, но когда есть, то есть проблема с профориентацией, она рухнет, потому что у нас нет ни учителей и там как бы беда большая. И если Росатом надеется, что он, страна Росатом, как транснациональная компания, как бы в одно лицо решит эту проблему, то, ну, может быть, на пару-тройку лет хватит, а потом рухнет вся система образования в стране. Надо вмешиваться сейчас в государственную политику. Поэтому у меня второе предложение следующее. Может быть, ядерное общество, может быть, Росатом со своим авторитетом все-таки выйдет с инициативой на Минпросвещение, допустим, создать межведомственную рабочую группу по проблемам профориентации в интересах технических корпораций России, чтобы туда пригласить и вот эти профессиональные сообщества, как вот я говорю, там, да, родная школа, родительское собрание, пригласить представителей корпораций крупных других, и ОПК, и не ОПК, и все-таки, в общем-то, надо перед Минпросвещение, а шире перед правительством громче поднимать вопрос о проблемах современной школы. То есть профориентация это латание дыр на сегодняшний день, потому что у нас провалена физика, математика тотально, она сыпется. По крайней мере, то, что мы видим и то, что я слышу, вот пока что, хотя сегодня вы все говорите, что все нормально, плывем дальше. Ну вот, я хотел бы поспорить с этой позицией, считаю, что... Ну, как раз вы сказали, что не все нормально. Ну, я вот очень много слышал позитив. Я вот думаю, что Юрий Валентинович Тихомиров и Владимир Игоревич Шевченко, которые занимаются плотно этими вопросами, мы еще раз попросим их проработать в моменты, может быть, они дадут рекомендации, в том числе в направлениях ядерного общества. Надо работать с государством на государственном уровне. Вот мой посыл. Спасибо. Принято, принято. В резолюцию. Небольшая смартчика, спасибо большое за ваше выступление. Очень точно вы указали на слабые места. Я на прошлой неделе беседовал с первым зам министра Минпросвещения, с Бугаевым Александром Вячеславовичем. Он физически просто не смог присоединиться, но у нас с ним постоянный диалог идет, и дальше можно собираться, беседовать и смотреть форматы условно там рабочих групп, чего угодно. Назвать можно по-разному. Главное, чтобы потом результаты наших этих встреч ложились либо в нормативные документы, либо в изменения, которые идут в образование. Мы работаем с правительством по ОПК-линии, с коллегией военной промышленной комиссии, и я точно знаю, что главная проблема для них это то, что инициативщики приходят, навалили предложение и в кусты. Я думаю, что в резолюцию мы внесем в рабочем порядке. Если Росатом не скажет, что мы готовы стоять рядом и помогать, то, конечно, не будет ничего работать. Поэтому, да, тут двусторонность. Коллеги, я бы хотел предоставить еще слово тем людям, которые на Земле занимаются непосредственно профориентацией. Гуськов Константин Владимирович из Калининграда. Пожалуйста, две минуты. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы работаете по профориентации с детьми по планетариям, по математике. Добрый день, уважаемые члены общественной палаты Ядерного общества. Благодарю вас за предоставленную возможность выступить здесь. Основное географическое положение не мешает Калининграду и области поддерживать общероссийские образовательные и профессиональные стандарты. Организации и общественность проводят большую работу в сфере профессиональной ориентации молодежи, популяризации научных и инженерных специальностей. Имея опыт в области просветительской и инженерной деятельности. Я стараюсь поддерживать рабочие контакты с местными представителями тестовых структур, оказывая им помощь, содействие и проведение различных профессионных мероприятий. К сожалению, в последние годы действительно не наблюдается резкое падение интереса молодежи к техническим специальностям. Росту популярности этих областей могло бы способствовать возрождению обсерваторий, так и планетариев в целом. одна из таких наша обсерватория, которая была знаменитой при прошлом региона. Это обсерватория Беселя. И вот мы этим поспособствовать возрождению знаменитой обсерватории на астрономическом холме. Это знаковая такая бессорбючательность была утрачена в марте 45-го года. И мне кажется очень уместным, чтобы на этом месте возник большой научный просветительский центр с планетарием, оснащенным самым современным оборудованием. Планетарии сами по себе являются мощной образовательной средой с большим потенциалом введения обширной профориентационной работы у молодых людей может возникнуть как раз-таки желание заниматься инженерными специальностями, приобретя знания как раз в планетарии. Уважаемые коллеги, у нас еще последнее выступление. Ирина Валерьевна из географического общества Забайкарского края Да, сейчас я закончу, спасибо большое. Помимо этого, развитию инженерных будет способствовать активная помощь со стороны местных отраслевых промышленных структур и их участие в проведении выставок, встречи, тематических занятий на площадках планетария. Будет стимулировать притоки новых кадров и устойчивость мотивации развития в выбранных специальностях. Благодарю за внимание. У меня все. Ирина Валерьевна. Да. Андрей Иванович, Евгений Борисович, уважаемые коллеги, приветствую вас от всей души. Современные российские реалии характеризуются явной нехваткой инженеров разнообразных отраслях экономики, включая горную промышленность, лесное хозяйство, строительство, экологию, атомную энергетику и другие сферы. Эта дефицитная ситуация требует не только внимания, но и активных действий со стороны государства, образовательных учреждений и профессиональных сообществ. В условиях интенсивной смены технологических и социальных парадигм роль инженерных профессий становится ключевой для обеспечения конкурентоспособности страны и выработки устойчивого развития в различных секторах экономики. Профессиональная ориентация российских школьников на инженерные специальности представляется стратегически важным направлением, способствующим созданию высококвалифицированного кадрового резерва для будущих поколений. Важность этого вопроса трудно переоценить. За формированием интереса к инженерной деятельности стоит не только нынешняя потребность в квалифицированных специалистах, но и необходимость в усовершенствовании всей системы подготовки. В своем выступлении я бы хотела акцентировать внимание на двух ключевых аспектах. Во-первых, значение образа современного инженера в сознании молодого человека. Лично для меня выбор профессии горного инженера был подвержен влиянию примера советского инженера, высокообразованного, уважаемого, успешного профессионала, олицетворяющего собой достижения различных жизненных целей. И, как точно подметил Борис Григорьевич, в Академию цветных металлов и золота я поступила через подготовительные курсы. Однако, какой же образ современного российского инженера представляется школьникам сегодня? Как этот образ соотносится с их мечтами и их будущим? Важно, чтобы этот образ стал привлекательным, вдохновляющим и связанным с реальными перспективами успешного карьерного роста и социального статуса. Во-вторых, несмотря на существующие инициативы, направленные на вовлечение школьников в инженерные профессии, о чем сегодня коллеги подробно рассказывали, как раз через игровые форматы и конкурсы, доступ к этим мероприятиям остается ограниченным. Необходимо обратить внимание на то, кто и как рассказывает о возможностях участия в таких конкурсах. Родители и учителя играют важную роль в информировании и мотивации учащихся. Однако, готовы ли учителя стать проводниками в мир инженерных профессий? Оснащены ли они необходимыми знаниями и инструментами для того, чтобы вдохновить учеников на выбор инженерной специальности? Ответы на эти два блока вопросов требуют совместного обсуждения и поиска эффективных решений. И вот, что мы хотим из практического предложить, это, конечно же, создание региональных горных и лесных школ, а также профильных учебных заведений, которые сосредоточат свои усилия на подготовке специалистов в этих направлениях. Формирование инженерных вожатских отрядов, как это было эффективно в советское время, может способствовать интересу детей к техническим специальностям через практические проекты и участие в инженерных мероприятиях. Создание системы ответственных взрослых в каждом регионе, которые могли бы работать над расширением доступа к конкурсным мероприятиям для большего числа учащихся, особенно из отдаленных районов, таким образом обеспечивая более равные условия для всех желающих. Эти действия способны не только улучшить ситуацию с нехваткой инженерных кадров, но и создать новую культуру, где инженерные профессии будут восприниматься как престижные и перспективные. Спасибо у меня. Благодарю. Я думаю, что все высказывания и предложения, которые прозвучали, мы обязательно отразим в работе. Я хочу напомнить, что на данный момент Ядерное общество это организация без юридического лица, но 3 декабря мы планируем запустить процесс снова юридической регистрации в рамках очередной конференции Ядерного общества, посвященной вопросам атомной энергетики для морского судоходства и освоения Арктики. Резюме докладов и часть выступления мы рекомендуем для внесения в программу данной конференции. Благодарю всех участников. Я думаю, в кулуарах нам есть еще что обсудить. Давайте работать дальше совместно, дружно. До следующей встречи. Благодарю всех. Да, конечно. Дополнение. Коллеги, уважаемые. Я 20 минут назад получил сообщение от руководителя приемно-общественного совета в Сосновом Бору. Он сказал, что сегодня было принято решение именно приемно-общественного совета совместно с руководством филиала Санкт-Петербургского политехнического университета провести обучающий семинар по профориентации для учителей физики в школу Соснового Бора. Благодарю. Благодарю. Очень ценно дополнение. Всего доброго. Коллеги, спасибо большое за участие. Ждем вас в стенах общественной палаты всегда. в стенах в стенах